В строительство новой школы, ремонт дорог, инвестиционные проекты аграрного сектора. Эти и другие вопросы были в центре внимания рабочей поездки Акима Павлодарской области в район Аколы. Смотрим далее. Это школа в селе Тлектец. Она камышитовая, построена в 1972 году. В завершившемся учебном году в ней было 46 учеников, в том числе три выпускника. Последний раз ремонт проводили 14 лет назад, когда меняли систему теплоснабжения. Школа у нас нетиповая. Нет актового и спортивного залов. У нас 18 учителей, 12 человек – техперсонала. Осенью в школу пойдут пять первоклассников. По словам директора, в среднем каждый учебный год в школе обучается 45 человек. Два года назад государственная экспертиза заявила о необходимости проведения серьезного ремонта учебного заведения. В этом году после повторной экспертизы в школе объявили чрезвычайное положение. В новом учебном году ученики села Тлектец будут учиться в школе села Козылкугам в 7 километрах отсюда. Выделен автобус для перевозки детей. Новая школа площадью 1400 квадратных метров будет рассчитана на 50 учеников. Такой же проект используется в ЖД поселке Павлодара. В здании будет спортивный зал с двумя раздевалками, столовая на 40 человек. Также будут кабинеты технологий для мальчиков и девочек, актовый зал, один предшкольный кабинет, три кабинета для начальных классов, мини-центр на 20 детей с отдельным входом. У школы будет отдельная котельная. Также площадки мини-футбольная и баскетбольная, и детская. Был мини-центр. Дермабалага. Дермабалага. Будет выгоднее для бюджета, а в школе можно учиться и в две смены. Да и нельзя сказать, что прирост населения заметный. 35 сейд, малыстамайды. Малыстамайды деген, не сөз ауылда тұрып. Болашақты көшеді. Малыстамасы ауылда не сейді ол. 35 сейд, мүлден, бірден малтыр келмеген. Хойды жоқ. Хауықты жоқ. Истейді жоқ. Баржуы не шей? Ауылатым. Ауыл сошпы, біде тенжарсынан көп. Ауылатым. Ауылатым. Боя. 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 Глава региона так же ознакомился с итогами ремонтных работ на участке дороги Чёрная Козыбаймульдина. В районе отремонтировали 58% дорожного полотна. В этом году в селах завершат двухлетний проект строительства 15 километров дороги. По словам Акима района, Руслана Муканова, работы завершили на 100%. Из областного бюджета выделили средства на подъездные дороги к пяти селам. На сегодняшний день в Мергалым дороги готовы на 100%. Малый Бай идет ремонт 4 километров, завершение до 20 июня. Козыл-Когами – к концу этого месяца. Тосагаш спустя два года все же определили подрядчика и приступили к закупу материалов. Завершат работы к концу июля. На ремонт 600 метров полотна в Щербакты выделили 30 миллионов тенге. Подрядчика еще не определили. Есть проекты на ремонт подъездных путей к семи селам. В селе Каракала возводят физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором смогут заниматься до 160 детей. Подрядчик из Шимкента задерживает сроки сдачи объекта. Асанин Байханов заявил, что спрос будет жесткий. Глава региона также ознакомился с положением дел в аграрном секторе. В этом году посевная площадь в районе Акулы – 19 104 гектара. При этом посевные площади овощных культур, бахчевых картофеля остались на уровне прошлого года. Первый посаж на соя на 420 гектара – это Джамбульский сельский округ, агросерия Сапку, руководитель Неспеков. Болтер Картоп-Санган бил свой осалб, точный гектар ДЖРД освоил. Солнитар подсолнечный на уровне прошлого года – 100%. Приняло участие 46 единиц тракторов техники и сейлки 28 единиц. По ГСМу поданы были заявки на 310 тонн, заключенные договора на 283,1 тонны, 91%. Оплаченные на 203 вывезли на сегодняшний день 180 тонн, 58,2%. А Сан-Пан-Долу вывезли на малый процент, в связи с тем, что прошлые годы запасы еще остались у крестьян. Но в планах есть, оплата будет производиться, 100% будет вывезен на ГСМ в том момент. Есть также инвестиционные проекты. Один из них – КХ «Даникер». Ввод дополнительно ворошаемого участка на 932 гектарах. Строительство дополнительной насосной станции мощностью 2100 км куба. ЛЭП и подвод воды протяженностью 10 км. Сумма проекта – 1,2 млрд. Срок реализации – 2-годичный, 24-25 гг. То агросерию «Сахку» – строительство овощехранилища на 4000 тонн. Сумма проекта – 1,2 млрд. Тоже реализация в текущем году он начинает, на следующий год по меру завершит. И крестьянское хозяйство «Ордак» – вот орошаемый участок, площадь 240 гектар. Дополнительно планируют приобрести две дождевальные машины. Сумма инвестиций – 220 млн. тенге. Сумма инвестиций – 220 млн. тенге. В завершении своей рабочей поездки глава региона встретился с руководителями сельхозформирований. Валентина Леонова, Мурат Абельмажит, Самал Калькоземи, Дед Карим, Ерты Сакпарат из района Акулы.